Официальный визит Дембель 2020 и местный раритет. Шлем из Бобруйска стал историко-культурной ценностью страны. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Новые тарифы, бесплатные лекарства и база безработных. Последний месяц осени принес свои изменения в жизнь белорусов. Какие? К вам приехал ревизор. Премьер-министр посетил Белшину. Максим Кембель расскажет об итогах встречи и будущем шинного гиганта. Вольно. В 147-м зенитном ракетном полку торжественно уволили в запас солдат срочной военной службы. После армии я что-то буду вспомнить. Как это было? Совет да любовь. Тысячная. В Бавруйске расписалась юбилейная пара с начала этого года. К тысячной было особое внимание. Кто эти счастливчики? Стоп-ковид. Шахматная рассадка, антисептики на каждом шагу и вход без маски запрещен. Какие еще ограничения действуют в кинотеатрах и кафе Бавруйска? Выясняла Анастасия Шевцова. Крупное ДТП, жертвы землетрясения и технические инновации. В Европе сертифицировали первый летающий автомобиль. Что он собой представляет? От модернизации производства до инвестиционных проектов. Премьер-министр Беларуси на неделе с официальным визитом посетил Белшину. Роман Головченко познакомился с ходом производства известных мировых шин. Председатель Кабмина заострил внимание на финансовых успехах и неудачах промгиганта. О чем еще шла речь на встрече, расскажет Максим Кембель. Визит с пометкой важный. Премьер-министр Беларуси впервые посещает Бобруйск. В центре внимания Романа Головченко Белшина промгигант в последнее время набрал хороший ход. За 9 месяцев 2020-го шинники надорговали на 123 миллиона долларов. Рост 88,5%. Сюда же можно добавить 180 тысяч долларов. Это в целом экспорт услуг завода. Только за сентябрь здесь выпущено порядка 363 тысяч шин. Сейчас загруженность предприятия 78%. С таким портфельным заказом встречают главу Кабмина. Делегация направляется на само производство. Завод массовых шин – первая точка маршрута. На Белшине сейчас реализуется несколько инвестпроектов. Премьер-министр Соду отмечает. На стадии планирования допущены некоторые просчеты. Они, к слову, уже исправляются. В основном это связано с экспортной ориентацией. Но и о внутреннем рынке забывать не нужно. Одна из задач – увеличение доли бобруйских шин внутри страны. Мы не должны отдавать свой рынок абсолютно рыночными методами, без всяких запретительных, заградительных барьеров, за счет рыночных методов, за счет более правильной постановки работы увеличивать долю на отечественном рынке. Я имею в виду главным образом так называемый вторичный рынок – это шины массового потребления. Потому что для нашей автомобильной промышленности здесь практически полная монополия. Белшина мы, за исключением, наверное, каких-то эксклюзивных или уникальных мелкоштучных типов, 95% Белшина закрывает. Это очень хороший показатель и очень хорошее подспорье для отечественного машиностроения. У каждого предприятия определенные этапы развития. Самый трудный – принятие решения, в каком направлении двигаться, дальше. На таком сейчас и находится Белшина. Техническое перевооружение, построение новой политики продаж, проектирование новинок – задачи, которые стоят перед руководством комбината. При таком багаже нельзя не сказать и о наращивании производства и прибыли. А по некоторым моделям шинники и вовсе впереди планеты всей. Гордость предприятия – вот эта огромная шина. Ее посадочный диаметр 63 дюйма. Максимальная нагрузка – 104 тонны. В нее обуты самые большие в мире белазовские самосвалы. Роман Головченко поспешил всех успокоить. Никакой чрезвычайной ситуации визите нет. Ведь Белшина для Бобруйска – градообразующие предприятия. Его доля в бюджете порядка 40%. Для страны шины тоже знаковый завод. Отсюда и такое пристальное внимание на самом высоком уровне. Можно сколько угодно говорить о том, что предприятие, то есть министерство, правительство, концерн, госкомитет не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия. Мы не вмешиваемся. Но мониторим и смотрим за тем, чтобы качественно планировалась работа. То есть никто не приказывает предприятию, какую продукцию производить, на какие рынки продавать и так далее. Это заблуждение, которое зачем-то культивируется в последнее время. Пандемия пошатнула мировой рынок производителей шин. Но даже в таких экстремальных условиях предприятие доказало способность генерировать прибыль. По словам генерального директора, первый этап – выздоровление, снижение собственных затрат. Следующий – посткоронавирусное восстановление на внешних рынках. Например, сейчас на заводе СКГШ на финишной прямой инвест-проект по выпуску шин диаметром 57-63 дюйма. Реконструируют здесь и подготовительный цех. Ближайшую пяти летку дадут старт еще двум проектам. Значительная доля в структуре экспорта, конечно, сегодня занимает Россия. Это объективно, это тоже крупное комплектующее предприятие России. Это карьеры, которые есть в России для нашей сверхкрупногабаритной техники, нашей сверхкрупногабаритной шины. Поэтому в первую очередь надеемся на наших проверенных партнеров, которых, в общем-то, устраивают и наши шины. В настоящее время я бы определил, что как раз драйвером роста для Белшины должен стать завод сверхкрупногабаритных шин, наши шины СКГШ. Стоит подчеркнуть, то, что у предприятия есть долги, не страшно. Более того, с помощью займового капитала развиваются все предприятия. Главный вопрос – может ли оно обслуживать свои кредиты? В разговоре с прессой премьер-министр заявил, что в этом плане у Белшины могут поучиться многие. Финансово здоровая Белшина нужна стране, резюмировал премьер-министр. Главное, на что сейчас направлены все усилия – это снижение долговой зависимости предприятия. Шины ждет большая трансформация. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. От пенсионных выплат до цен на звонки. Ноябрь принес жизнь беларусов целый список изменений. Что теперь по-другому? Спросим у моей коллеги Анастасии Шевцовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. В Беларуси пересмотрят бюджет прожиточного минимума. Теперь он составляет 258 рублей 11 копеек. Прибавка 2 рубля 10 копеек. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии. Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать до конца января следующего года. С 20 ноября в стране расширят список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства. Сейчас в этом списке больше ста названий заболеваний. В перечень добавят гликогенозы – наследственные заболевания углеводного обмена. И врожденный ихтиоз – группа наследственных заболеваний кожи. В Беларуси подорожает мобильная связь. Тарифы поднимают МТС и А1. С 1 числа цены на основные услуги связи МТС вырастут на 4%. Так, например, обонплата на тарифе «Супер» теперь составляет 10 рублей 81 копейку. А1 планирует увеличить тарифы с 4 ноября. Цены станут больше на 3-4%. Так, например, тариф «Комфорт-С» будет стоить 13 рублей 83 копейки в месяц. Сейчас на 53 копейки дешевле. В ноябре обновят список трудоспособного населения, не занятого в экономике. Тем, кто попадет в список при условии наличия в собственности жилья, придется оплачивать по полным тарифам горячего водоснабжения. Первые списки незанятых в экономике сформировали в феврале прошлого года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости. То 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно. С 1 ноября вырастут цены на многие сигареты. Прибавка составит от 2 до 11 копеек за пачку. Кроме того, в продаже появятся новые марки сигарет. Как отечественного производства, так и импортные. Летающий автомобиль, беспорядки во Франции и землетрясение в Эгейском море. Сколько пострадавших? В Эгейском море произошло мощное землетрясение. После подземного удара, магнитуда которого составила 6,6, зафиксировано около 300 авторшоков. 27 из которых были мощнее, магнитуды в 4 балла. Подземные толчки были слышны по всему Эгейскому побережью. В Самбуле, Анталии, а также в Греции, на острове Самос и в Афинах. О скольких пострадавших и погибших уже известно. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасии Шевцовой и Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Европа снова оказалась в эпицентре пандемии коронавируса. По оценкам ВОЗ, в регионе зафиксирован самый высокий еженедельный уровень темпа инфицирования. Все больше стран Старого Света переходит на карантин. Частичный локдаун действует во Франции с пятницы. В Германии как минимум на месяц закрываются рестораны, бары, фитнес-клубы, салоны красоты и театры и концертные залы. Из ограничений в Беларуси самоизоляция при въезде в страну из государств так называемой «красной зоны». Еще меры предосторожности действуют в сфере общепита и кинотеатрах. Как оберегают горожан, узнала наша съемочная группа. Пандемия мощно ударила по кинематографу. Компании и прокатчики были вынуждены отложить или вовсе отменить производство картин. А даты премьер сдвинули почти на год. Из-за повсеместного локдауна в Европе закрылись многие кинотеатры. В Беларуси, как и в США, киноиндустрия следует нормам CinemaSafe – безопасного кино. В залах введены дополнительные меры защиты и действуют некоторые ограничения. Здравствуйте. Здравствуйте, Елья Сергеевна. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Давайте померем. Сейчас. 36,6. Именно так начинается каждый рабочий день сотрудников кинотеатра «Товарищ». Обработка рук, измерение температуры тела, визуальный осмотр – все подроспись в журнал. Маски в кинотеатре теперь обязательный атрибут, как для специалистов, так и для посетителей. С учетом нынешней обстановки, нами были приняты дополнительные меры безопасности, приобретены антисептики, установленные возле кассы, на контроле, возле каждого зрительного зала. Уборка в нашем кинотеатре производится в соответствии с графиком каждые два часа. Обработке здесь подлежит чуть ли не каждый уголок. Ручки дверей, барные стойки, столы, кресла, перила. Особое внимание – 3D-очкам. Их после каждого сеанса моют в специальной машине. Затем еще обрабатывают ДС-средством. Зрители рассаживают в шахматном порядке через одно-два места. При этом сидения не перечеркивают, как, например, в поликлиниках. Места согласны купленным билетам. На кассах посетители просят соблюдать дистанцию. На полу нарисована разметка. Кругом – таблички с напоминаниями. Преобразился и интерьер в кофейню города. Столики расставили просторнее еще весной. На барных стойках поставили антисептики. Первая волна пандемии, то люди более серьезно к этому относились. На данный момент я не могу сказать, что у меня каждый второй человек приходит в масках. Поэтому можно сказать, что 20% из 100 заходит только в масках. Каждые два часа кофейня на Комсомольской закрывается на 15-минутный перерыв. За это время сотрудники успевают проветрить помещение, продезинфицировать столики и стулья, рабочую зону, пол и дверные ручки. А вот чтобы кофе был не только вкусным, но и безопасным, каждую крышку и стакан дополнительно обрабатывают паром из стиммера. В чайной лавке на Советской тоже думают о покупателях. На входе стоит до средства сотрудник в маске и перчатках. На рабочей зоне имеются антибактериальное мыло, антисептик, одноразовое полотенце. Все про запас. Ну, мы вывешиваем вот такую табличку «Санитарный час». Ну и, естественно, посетители видят. Протираем поверхность рабочая, в зале протираем, протираем дезинфицирующими средствами ручки дверей, сами двери. Моем пол тоже с дезинфицирующим веществом. Ну, это полидез, антисептик, это санфор хлоросодержащая. Вторая волна коронавируса заставила понервничать не только предпринимателей, но и фармацевтов. Еще бы, ведь весной парацетамол и медицинские маски разлетались, как горячие пирожки. Сегодня же, говорят про визоры, ажиотажа не наблюдается. На полках всегда можно увидеть маски и дез-средства. В аптеках сейчас в наличии имеется достаточно широкий ассортимент масок. Масок, масок-повязок, как многоразовых, изготовленных из марли, так и из материала тканевого, который можно в дальнейшем использовать, либо одноразовые маски. Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Это разных объемов, от 100 мл до литра. Цена на одноразовую маску 80 копеек, на многоразовые – до рубля 70. Стоимость антисептика зависит от литража. За 100 мл просят 2 рубля, а за литр знаменитых чистых ручек – 8. В наличии и некогда дефицитный парацетамол. К слову, ассортимент только пополняется. На прошлой неделе в белорусские аптеки поступили экспресс-тесты на коронавирус. Это полоски, с помощью которых можно самостоятельно определить результат и узнать наличие антитела, если человек принес инфекцию бессимптомно. Если буквка С, М, Ж, если все проявляются, значит больны ковидом. Если не проявляются, здесь все написано, значит заболевания нет. Стоимость теста от 27 до 33 рублей. В Бобруйске отмечают фармацевты и смелись за считанные дни. К слову, если покупной тест показал положительный результат, следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр гигиены и эпидемиологии. Анастасия Шевцова, Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка. Итоги недели. Шлему найденному в Бобруйске присвоили статус историко-культурной ценности. Такое решение принято в октябре на заседании Белорусской республиканской научной методической рады. Его, напомнимо, обнаружили в апреле 2019-го во время работ по углублению дна реки в затоке правого берега Березины. Затем экспонат передали в Бобруйский краеведческий музей. Здесь, как археологический памятник, он вошел в коллекцию военной амуниции и стал частью фонда учреждения культуры. После его отправили на реставрацию. Спустя год он вернулся в Бобруйск. Нужно было освободить его от солей металлов, то есть там и механическая стабилизация, и химическая, и очистка, и потом обработка специальным защитным составом, для того, чтобы он не подвергался дальнейшему разрушению и коррозии. Консервация производилась и реставрация в учреждении Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Этот шлем – памятник оружейного искусства 10-го и начала 11-х веков. Элитное защитное вооружение древнерусского периода типа «Черная могила». На землях Центральной и Восточной Европы зафиксировано свыше 30 шлемов данного типа и их фрагментов. На территории Беларуси подобный предмет обнаружен впервые. Отслужили солдаты и сержанты страны, прощаются со срочной службой. Кто-то ходил с троевым шагом года, кто-то полтора. Но все практически единогласно отмечают, время с момента принятия присяги пролетело быстро. О том, как прошло увольнение в запас в 147-м зенитном ракетном полку, смотрите сейчас. 147-й зенитный ракетный полк 9-30. На плацу выстраивается личный состав. Повод важны. Проводы почти двух десятков сержантов и солдат. Они отслужили установленные сроки срочной военной службы, выполняли свой гражданский долг. И вот, наконец, священный ритуал – окончание очередной страницы в их жизни. Перед лицом своих боевых товарищей более 20 мужчин, которые, как говорится, не косили, не бегали от военкомата. В этот день уже не будет смотра, занятий и роты отбой. Торжественные церемонии, благодарность бойцам, лучшим вручают грамоты. Благодарю за службу. Коллектив, друзья, останется после армии, есть что будет вспомнить. Будет что рассказать родным, детям своим. Остаются очень хорошие воспоминания. Они уже строят планы на будущее. Вернувшись домой, вчерашние солдаты и сержанты получат привилегии. При поступлении, обучении в вузах, за ними сохранилось и рабочее место. Думаю поступать в следующем году уже на высшее образование по специальности. То есть специальности минотехни-химик, соответственно, получить высшее образование по данной специальности. А там уже искать работу, создавать семью. Праздник с оттенком грусти. Не только для увольняемых в запас, но и для их командиров, которые без доли сомнений отмечают. Это лучшие бойцы. Без дисциплинарных взысканий, без суток на габвакте. Они с честью и достоинством прошли службу. Этот ритуал, наверное, является одним из самых важных в жизни каждого солдата. Наверное, самый важный после присяги. Потому как после продолжительного времени пребывания в части, после продолжительного, когда не видят маму, папу, хочется домой. Торжественный марш и путь домой. 147-й зенитный ракетный полк проводит своих бойцов. Торжественного маршу! Рота-подъем! Будет снится страшным сном. Рота-отбой! За окошком кембель мой! Максим Кембель, Николай Силков, Андрей Богдан. Итоги недели. В Бобруйске прошла трудовая акция за дело. Учащиеся колледжа Ленинского района взялись за грабли. Молодежный десант высадился вблизи озера Шаманка. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята приступили к наведению порядка. Убирали листья и мусор. Надеюсь, что этот красивый уголок нашего города станет еще лучше после усилий наших ребят. Мы считаем, что это важно. Так как мы любим наш город и хотим доказать, что чистота в душе, чистота на улице. Мы участвуем в таких акциях всегда. Соблюдать чистоту. Я призываю всех, чтобы люди всегда за собой убирали, потому что мы должны беречь природу. БРСМ этим проектом призывает молодых людей внести свой вклад в наведение порядка на территории своей малой родины. Причем каждый может самостоятельно выбирать места для благоустройства и определять виды работ. И в горе, и в радости. В Бобруйске поздравили тысячных молодоженов с начала этого года. Кто обменялся кольцами, поклялся верности. Анастасия Шевцова тоже сходила в ЗАГС. Суббота. Дворец гражданских обрядов. В зале торжественная регистрация брака Романа и Кристины Новиковых. Марш Мендельсона, заветное «да» и обмен кольцами. Казалось бы, рядовая церемония. Регистрация Романа и Кристины юбилейная. Тысячная в этом году. Как говорят в ЗАГСе, такие союзы избранные. Так оно и есть. Со дня знакомства несколько лет назад, утверждает невеста, отношения складывались лучше, чем хорошо. Вместе решали проблемы, делили быт. В тяжелой ситуации главное подставить плечо. Все вместе, все сплоченно. Если что-то кто-то не понимает, друг друга поддерживаем. Не было такого, чтобы даже были какие-то ссоры. Из-за чего-то такого прям глобального нет. Вы не знаете, что тысячная пара, да? Нет, нет. Это даже сейчас для нас вообще шок. Традиционно юбилейных молодоженов торжественно чествуют во дворце от гражданских обрядов. В подарок от ЗАГСа набор фужеров и памятная медаль. Здесь надеются, что тысячная пара не будет пределом. Конечно, для нас каждая пара замечательная, любимая, дорогая для нас. Но вот такие вот красивые цифры мы, конечно, хотим как-то немножечко отдельно выделить, отметить. Поэтому к тысячной было особое внимание. Всего за почти вековую историю Бобруйского ЗАГСа в его стенах зарегистрировали свой союз более 146 тысяч счастливых пар. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Землетрясения в Турции, беспокойные ночи в Париже и предвыборные страсти в Вашингтоне. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24, пострадавших превысило 8 сотен. Наибольшее разрушение в Измире. В результате толчков повреждения получили несколько десятков зданий. Они также спровоцировали мини-цунами, которое привело к потоплению города. Жители всю ночь провели на улицах. Для них организовали раздачу бесплатной еды. 4 тысячи спасателей не прекращали работу всю ночь. Задействованы все службы ведомства, которые могут помочь в разборе развалов. Неспокойные ночи во Франции. Беспорядки на улицах Тулузы и Парижа устроили толпы демонстрантов. Люди вышли, чтобы выразить отношения к локдауну. Они против всяких ограничений. Свою ненависть и усталость от карантина выражали погромами. В отдельных районах были слышны взрывы. Провокаторы запускали в толпу сигнальные ракеты. Это все происходит, несмотря на действия комендантского часа с 9 вечера до 6 утра. До декабря во Франции будет действовать жесткий локдаун. Он коснется баров, ресторанов и большинства магазинов. В Вашингтоне заявляют, что знают о желании словомышленников устроить беспорядки в день выборов. Об этом на пресс-конференции заявил мэр федерального округа Колумбия, на территории которого находится американская столица. Однако какой-то конкретики не прозвучало, отмечено лишь то, что власти готовятся обеспечивать безопасность. Не исключена мобилизация Национальной гвардии. Беспокоенность по поводу обстановки 3 ноября выразил и шеф полиции округа, в том числе и за массовых беспорядков, которые уже почти полгода не прекращаются в США. В центре Киева произошло смертельное ДТП. Внедорожник сначала врезался в остановку на Крещатике, а затем на полном ходу пролетел через Майдан независимости, сбив насмерть двух человек. Еще четверо пострадали, также автомобиль протаранил несколько машин. 65-летний водитель в момент ДТП был трезв. Как стало известно, мужчина потерял сознание. Киевская городская прокуратура сообщает о начале досудебного расследования по факту масштабного ДТП. В Европе сертифицировали летающий автомобиль. Правда, пока только как наземное транспортное средство. Планируется, что дорога в небо перед ним откроется в 2022 году. В наземном режиме летающий авто выглядит как трехколесный автомобиль. На шоссе он за считанные секунды развивает скорость до 160 км в час. Внушительный 100-литровый бак позволяет машине проехать до 1300 км без дозаправки. В воздухе аппарат развивает скорость до 180 км в час. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бавруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин